Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня, впрочем, мы поговорим не только о вопросе Одинцовского района, мы поговорим о всефедеральном, не хочется говорить проблеме, назовем это пока что тоже вопросом, а именно об образовании. Впрочем, образование, опять же, не общим, не самым широким в этом понимании, а об образовании техническом. В наших гостях сегодня люди, которые непосредственно знакомы с этой проблемой. Звоните в прямой эфир 508-86-84. Это наш телефон. Задавайте им вопросы, постараемся вместе во всем разобраться. Итак, наши гости сегодня. Дмитрий Сергеевич Мартынов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Сергеевич, консультант-эксперт общественной палаты Одинцовского района, а также Денис Владимирович Фирсов. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Владимирович, в свою очередь, это консультант молодежного парламента Одинцовского района. Дмитрий Сергеевич, Денис Владимирович, техническое образование, это то, что, в общем-то, у нас на слуху последние года два, наверное. Причем создается такое впечатление, как будто раньше у нас, в общем-то, либо не было проблем вообще с техническим образованием, либо вообще его не было как такового, потому что особо эту тему не поднимали. А сейчас вдруг все о нем заговорили. Давайте вот перед тем, как мы перейдем к теме вообще того, что это и зачем оно нужно, обозначим, в принципе, что в себя техническое образование включает. Вот что собой представляет человек, про которого можно сказать. Вот у него техническое образование, а не гуманитарное, предположим. Техническое образование состоит из трех составляющих, которые бы я выделил. Во-первых, это центры технического творчества, станции юных техников, центры инновационного технического творчества молодежи, которые работают со школьниками и позволяют им понять, что техника и технические специальности – это действительно их направление. То есть то, чем хочется заниматься. То есть это своего рода заинтересовать и ввести в эту сферу деятельности. Да, 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 вы абсолютно правы. Вторая составляющая – это учреждения среднего технического образования. То есть это различные колледжи, которые готовят очень важных для нашей промышленности и, следовательно, страны специалистов – рабочие руки. И третья, не менее важная составляющая – это высшее техническое образование, которое представлено целым рядом технических вузов, в том числе МГТУ имени Баумна, которые мы с Денисом Владимировичем окончили. Этим очень гордимся. И другие вузы, которых достаточно много у нас. Если вот так обобщить, в целом некие такие группы людей, которые отвечают за технический, за научный прогресс в стране. Условно скажем, это ученые, это инженеры. Я так понимаю, это люди дальше, естественно, рабочие руки, которые делают все, что задумали и напроектировали предыдущие ступени. Можно ли как-то из этих трех групп очень общих выделить, кто из них ученые, инженеры и рабочие, кто из них – это люди с техническим образованием? Это две группы, конечно же, инженеры, которые создают некие продукты интеллектуального труда, электрические схемы, модели тех или иных приборов, и рабочие, которые вот эти вот идеи, выполненные на бумаге, электронных носителях, их-то воплощают в реальность. А в чем тогда отличие именно ученого от инженера? Ученый, он решает, в первую очередь, концептуальные задачи разработки различных научных теорий. Инженер, да, то есть это практик, человек, который приземляет эти научные теории. Спускает нас на грешные земли уже на месте. Да, да, думает о том, как их воплотить в реальности. Ну что же, действительно, в последнее время, как я уже говорил, очень много у нас разговоров идет о том, что стране нужны люди с техническим образованием. Не может не возникнуть вопрос, а у нас их что, нет? Потому что все-таки, как-никак, Россия – это страна, которая столько всего сделала и продолжает делать для мира в научном плане, что... Ну, это как-то странно, да. С одной стороны, если у нас нет инженеров, то как наши союзы летают на МКС, да? С другой стороны, если у нас с инженерами все прекрасно, то зачем тогда сейчас поднимать вот эту вот волну, ну, не паники, скажем, опасения на эту тему? Ну, безусловно, такие люди есть с техническим образованием, но проблема в их количестве и качестве тех специалистов, которых выпускают наши технические вузы. То есть, дело в том, что, как в последнее время, да, да что говорить, то есть, как про последнее время, в течение последних 20 лет профессия инженера технаря была сильно дезавуирована из-за того, что, то есть, в 90-е годы инженеры получали достаточно низкие заработные платы и уходили, то есть, из этой профессии в какие-то другие отрасли. То есть, таким образом, количество инженеров уменьшилось, вот, и, то есть, соответственно, поток абитуриентов, технические вузы в этот период снизился. Из-за этого, то есть, возникли проблемы с их количеством. Другая важная проблема – это качество образования. С точки зрения, значит, фундаментальной составляющей, оно на достаточно высоком уровне, достаточно сильное. С точки зрения практики, с точки зрения того, сможет ли выпускник технического вуза применить полученные знания на практике, на производстве, наше образование достаточно слабое. То есть, в данном случае, вы хотите сказать, что это недоработка, ну, не то, что недоработка, это, в общем, глобальный минус именно образовательных учреждений, я правильно понимаю? Это глобальный минус, то есть, я сам с этим непосредственно связан, да, то есть, потому что я работаю на государственном предприятии, а у российские космические системы, значит, я инженер, вот, и я вижу, что, то есть, те люди, которые приходят после окончания технических вузов, они не всегда могут нас устроить по тем знаниям, которые они имеют. Я так понимаю, Денис Владимирович, уже некоторые пытаются нас перенимить, давайте дадим ему слово, прошу. Что касается инженеров, у меня своя есть точка зрения, то, что это комплексный подход, который нужно решать государству в первую очередь. То есть, на самом деле, государство, оно должно создавать некую инфраструктуру, некую тоже законодательную базу для того, чтобы инженеры могли проявить себя. Вот, грубо говоря, вот, он отучился, получил какие-то знания, а дальше что? То есть, должны представлены быть инновационные некие инвестиционные условия для того, чтобы тот же инженер создавал там свои бизнесы, для того, чтобы он открывал свое производство. Для этого, для таких вещей, например, у нас в стране создан проект «Сколково», как вы уже знаете, в том числе. Но на данный момент он только раскрывает свои возможности. Может быть, я не вполне правильно вас понял. Вы говорите о своего рода бизнес-инкубаторах с частичным финансированием государства и частичным привлечением инвесторов. Но разве это не больше в бизнес, все-таки в предпринимательскую сферу уходит? Ну, я хочу сказать, что любой инженер, он должен понимать, ради чего работает. И просто так он тоже не может работать. Он тоже хочет кушать, он тоже хочет получать зарплату. Он тоже хочет, чтобы его продукт, который он делал, он был востребован, был нужен. Но вы сейчас говорите о человеке, который именно создал что-то свое. Не о человеке, который отучился и, будучи профессионалом, пришел на предприятие, некое предприятие, и начал там исполнять некоторую чужую идею, профессионально, грамотно делать. А вы именно говорите об инженере, который сам что-то придумал, создал. Это правильно я понимаю? Ну, да. Ну, просто у меня есть такое внутреннее убеждение, что все-таки на одном государстве развиваться тоже беспреспективно. Да, то есть государственный... То есть частный сектор, он обязательно должен существовать. Частный сектор, он обязательно должен быть, он должен конкурировать за государственным сектором. То есть там, как, например, в зарубежных странах есть опыт. То есть на начальных этапах, когда требуются крупные вложения, это государственные компании, а тогда, когда это уже схема некая отработана, этот бизнес, да, этот предприятие... Выходит уже в свободное плавание на рынок. Ну, его как приватизируют, да, его покупают частные компании, и они уже поднимают данный продукт на качество, на потребительский рынок и так далее и тому подобное. Я думаю, у нас тоже этот путь тоже будет работать. Ну, в общем-то, насколько я понимаю с той беседой, которая у нас уже состоялась, получается, что, в общем-то, в основном, конечно, вопрос технического образования, это действительно вопрос, связанный с детьми. То есть даже не столько с студентами, да, сколько, наверное, с ребятами, которые должны понять, что они хотят действительно что-то конструировать. Затем должны получить некий базовый, базисный набор навыков, опыта и образования, да, для того, чтобы уже к концу школы, в общем-то, пойти по стезии инженера. Ну, в общем-то, тем не менее, нам надо понимать, что у нас такой институт есть. Это институт ПТУ. Вот. И это институт, который в свое время, ну, насколько вот я могу судить, я его не застал, скажем так, на этапе его расцвета, да, я родился уже позже Советского Союза, тем не менее, вот, думаю, никто не будет спорить, что огромные достижения, инженерные достижения Советского Союза, это, в общем-то, зачастую... Сделаны руками. ...вещи, сделаны руками выпускников ПТУ. Не хочу обидеть ПТУ современной. Совершенно не хочу и не собираюсь даже это делать, но, тем не менее, есть некоторая мысль, есть некоторая мысль о том, что вот сегодня ПТУ, это не так престижно, как когда-то. Сегодня ПТУ, это не так престижно, как ВУЗ. Хотя очень многие люди в Советском Союзе высшим образованием похвастаться не могли, они совершенно спокойно заканчивали ПТУ и достойно жили, получали достойную зарплату и так далее. Вот, как вы считаете, существует ли такая действительно проблема вот в народной ментальности, да, о том, что ПТУ сегодня, это не то, что ПТУ вчера? Если да, то все-таки почему? На самом деле такая проблема существует, да. Она связана в том числе с тем, что вот данный вопрос вот как-то у большинства, то есть, ну, как нашего населения лежит в категории престижно-непрестижно. Мне кажется, это несколько неправильно. Тут должен стоять в первую очередь вопрос, насколько это будет хорошо оплачиваемо. В настоящий момент существует колоссальная потребность в специалистах со средним техническим образованием, которых может выпускать в том числе и ПТУ. Потому что тех же токарей у нас днем с огнем не сыскать. И часто они работают вахтным методом, там, месяц в Москве, месяц где-то на Крайнем Севере, месяц еще где-то. И, то есть, получают весьма хорошие заработные платы. Но, опять же, если, соответственно, люди будут суетиться и, действительно, гонять по командировкам, условно говоря, по разным торговым, не торговым, а по разным торговым рабочим точкам, правильно? Да, 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 безусловно. Другой вопрос еще связан с квалификацией этого специалиста. То есть, если он действительно, да, то есть, имеет высокую квалификацию, то потребность в нем будет, и, соответственно, работодатель будет заинтересован. То есть, в том, чтобы его удержать и платить хорошие деньги. Если же это специалист с низким уровнем подготовки, то и оплата его труда будет соответствующей. И интерес работодателя, да, то есть, будет ниже. Уважаемые телезрители, я напоминаю, сегодня мы говорим о техническом образовании в России. Наш телефон 508-86-84, работает линия прямой связи. Звоните, задавайте свои вопросы представителям общественной палаты Одинцовского района и молодежного парламента, также Одинцовского района. Кроме того, я напоминаю, что любой ваш вопрос, даже не связанный с темой сегодняшнего эфира, расценивается нами как официальное заявление к общественникам. Мы его в любом случае до них доведем, и они с вами как можно быстрее свяжутся, постараются вам помочь. Ну, мы давайте пока продолжим нашу беседу. Ну, понятно, ситуация в целом понятна. Как вы оцениваете перспективы на сегодняшний день? Того, в общем-то, о чем мы говорим. Раз возникли вот эти вот хождения некоторые во мнениях, раз возникло впечатление, что техническим образованием нужно заниматься, значит, с ним, по всей видимости, что-то не так. На сегодняшний день можно ли понять, что нас ждет через год, пять лет, десять лет? — Хороший вопрос. — Да. — Что не так? Ну, это чисто мое мнение. На мой взгляд, нужно реанимировать вообще сам подход в полной системе цепочки образования. То есть ребенок, потом старшеклассник, вуз, работодатель. То есть в данный момент после Советского Союза разрушена цепочка. То есть ученик не понимает, что будет с ним после того, как он попадет в вуз, и тем более, куда, в какие руки работодателя он попадет. — Я так понимаю, здесь еще существует проблема, в общем-то, пенсионного возраста. Я говорю о том, что многие предприятия буквально забиты людьми уже предпенсионного возраста, которые, тем не менее, являются профессионалами высочайшего уровня. И, тем не менее, пока места рабочие заняты ими, молодые люди себя проявить зачастую не могут. По крайней мере, на крупных предприятиях. — Я, пожалуй, не соглашусь с вами, потому что сам работаю на одном из таких предприятий. Молодые работники составляют достаточно существенную часть. И за последние 2-3 года, сколько я работаю, ситуация достаточно сильно переменилась. Вопрос лишь в квалификации тех молодых работников, которые приходят на наше предприятие. Потому что технические вузы, они зачастую не могут дать необходимое качество, необходимое количество практики. То есть, потому что обучение там лежит в области теории, а не применение каких-то знаний сразу на практике, в разработке каких-то реальных устройств, машин, механизмов. Этого нет, к сожалению. — Ну что ж, давайте мы с вами буквально через 5 минут продолжим нашу беседу. Пока покажем нашим телезрителям материал о том, как, в общем-то, действительно сегодня наши соотечественники воспринимают данную проблему, и что именно в Одинцовском районе делается для того, чтобы техническое образование в России не только никуда не упало в плохие места, но и развивалось и процветало. Конец 2015-го и начало 2016-го годов показали общественности, насколько зависима российская экономика от экспорта энергоресурсов. Стремительные изменения курса рубля по отношению к доллару США и евро многие эксперты напрямую связывают с ценами на нефть. Их резкие скачки уже привели к тому, что порой называют новой экономической реальностью. Приходит постепенно осознание того, что на одном экспорте энергетических ресурсов наша страна не сможет выжить, не будет конкурентоспособной. И необходимо развивать технологический сектор промышленности. А без качественной подготовки кадров это, естественно, невозможно. Очевидным выходом из сложившейся ситуации может стать развитие экспорта других продуктов. Работа по этому направлению уже ведется. Так, совсем недавно Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки опубликовало прогноз, согласно которому Россия может стать мировым лидером в экспорте пшеницы уже в этом году. Другие направления, на которые возлагают надежды отечественные экономисты и общественники, это промышленность и инженерные достижения. Вопрос развития школ технологического творчества молодежи стоит у общественной палаты Одинцовского района на особой повестке. Это связано с тем, что технологическое отставание России от ряда западных стран стало для нас очевидным. Его нужно сокращать. Россия всегда была страной инженерных проектов мирового значения. Лишь за 20 век наши специалисты отправили первого человека в космос, испытали мощнейшую царь-бомбу, сконструировали и произвели самый массовый вертолет в мире – Ми-8. Подготовки поколения, которые сможет продолжить славные традиции русской научной мысли, уделяют особое внимание как власти, так и отдельные энтузиасты. В нашем районе существуют не только школы дополнительного технического образования, но и настоящие классы робототехники. Я в свое время увидел те средства, те средства обучения, скажем так, в школе, в институте, в университетах, те средства, которые применяются сейчас на Западе. Насколько это можно сделать интересно и увлекательно. И я решил сделать подобную аналогию здесь, в Одинцово, в городе, где я живу, для ребят. И, в общем-то, посмотреть, насколько им действительно это будет интересно. В будущем я хочу стать робототехником. И мы выполняем разные миссии. И сейчас у нас космические миссии. Например, забрать космонавта. Если надо, мы добавляем к роботу какие-то детали. А потом мы делаем программу и экспериментируем. А затем у нас получается миссия. По словам преподавателей школы робототехники, средний возраст юных инженеров – 10 лет. Ребята уже проявляют интерес к механике, математике и физике. Методика, которая позволяет обучать детей самым различным техническим направлением, ну, такой игровой форме. И чем старше дети становятся, тем более сложнее становится это обучение. Тут интересно, потому что я очень фанат лего, и мне нравится как бы собирать лего-роботов и проходить их миссии. Вопросы воспитания технически подкованной молодежи находятся на особом контроле общественной палаты Одинцовского района и других активистов. Нередко они присутствуют на открытых уроках учреждений, которые пытаются расширить для ребят школьную программу. Ребенок, приходя в подобные школы, сталкивается с какими-то задачами, которые выполняет возможный инженер, уже как взрослый состоявшийся специалист на каком-то производстве в конструкторском бюро. За последние годы по всей стране появились сотни специализированных школ и курсов. Повышение числа государственных и частных учреждений расширенного технического образования дает надежду на то, что русская научная мысль будет жить и развиваться. Ну что же, вот такая ситуация у нас имеется в стороне и, в общем-то, в районе тоже. Сейчас давайте, перед тем, как мы продолжим нашу беседу с гостями, примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Ну, по всей видимости, сорвался у нас, к сожалению, звонок. Напоминаю, что телефон 508-86-84. Сегодня говорим о техническом образовании в России. Звоните. Давайте пока продолжим, да, как я и говорил, нашу беседу. Ну, понятно, что есть и школы робототехники частные и так далее, но, тем не менее, тем не менее, вот Денис Владимирович озвучивал мысль, что должна быть четкая линейка, да, того, как вот человек там в школу самую раннюю пошел, да, что вот он уже здесь что-то для себя понял, чем-то заинтересовался, да, через там 11 лет вышел, пошел в некое образовательное учреждение в более высоком уровне, и потом сходу ему помогли уже там и на работу устроиться, и опыт какой-то получил и так далее. Вот как вы себе это представляете? Вообще, как это можно сделать, за счет чего? Ну, я вижу это, что можно сделать хотя бы за счет государства, вот. Ну, и, в принципе, частники могут этим воспользоваться. То есть должна быть элементарная ярмарка, там, тех же вакансий. То есть те же школы должны знать о вузах, в которые может поступить студент. А студенты должны общаться с бизнесом. То есть это должны быть ежегодные, постоянные ярмарки, контакты с профессиями. И тот же студент, который учится в вузе, он должен уже на третьем курсе договориться с теми же предприятиями, что он в ближайшие два года будет, ну, скажу жаргон, качать тот скилл, который нужен будет ему потом на заводе для соответствующей зарплаты. И тогда он будет учиться, и тогда он будет пахать, и тогда он будет изучать именно те дисциплины, именно те учебники, именно те передовые технологии, которые нужны данному предприятию. То есть, насколько я могу судить, вы говорите о том, что речь уже для него будет идти не о том, чтобы сессию закрыть и, в общем-то, пойти отмечать, а о том, чтобы конкретно видеть перед собой цель, причем цель довольно достаточно материальная, речь о деньгах, речь о, в общем-то, неком состоянии, соцпакете и так далее, речь о работе. Правильно понимаю вас? Речь о работе в том числе. А что касается школьников, то их можно уже сейчас, там, старшеклассники, которые уже определились с тем же техническим образованием, погружать в среду технических вузов, то есть проводить экскурсии по кафедрам, проводить различные, так сказать, погружать уже в какие-то определенные профессии. То есть, он может посмотреть, если ему это интересно, он уже там в девятом... Образование, ну, ребенка уже несложно его назвать, образование подростка, молодого человека будет не ограничиваться, вот как Дмитрий говорил, фундаментальными знаниями профессии, да, речь уже пойдет конкретно о специальности. Правильно понимаю? Да, ну, кстати, я сейчас преподаю в Одинцовском 10-м лицее, преподаю робототехнику, и уже дети в 10-м, 11-м классе уже знают, на какую специальность, многие уже знают, на какую специальность они пойдут. Поэтому уже сейчас, уже в более старших возрастах, уже можно вести работу с вузами. — Насколько я понимаю, власти, по меньшей мере, вот нашего Одинцовского района, недалеки совершенно от проблемы, в общем-то, технического образования. Не так давно, насколько мне известно, был проведен круглый стол по теме развития центров как раз-таки технического творчества молодежи в районе. Там присутствовали и представители нашей районной администрации. Можно ли вот узнать, какие результаты этой встречи, о чем, в общем-то, удалось договориться, и что вот вы, как люди со стороны, как общественники, смогли увидеть? Власти действительно заинтересованы в том, чтобы у нас были инженеры в районе? — Да, вы абсолютно правы. Было проведено два круглых стола по этой тематике. Власти действительно заинтересованы в этой проблеме, потому что, в первую очередь, технические специалисты, они непосредственно связаны с самородной способностью нашей страны, то есть с разработкой новых систем вооружений, без которых просто государству будет нечем себя защитить от какого-то внешнего противника. По итогам данного круглого стола было направлено два обращения в Министерство образования Московской области и в Комиссию по науке общественной палаты Московской области о поддержке субъектов развития технического творчества молодежи. Значит, данный круглый стол позволил выявить эти организации, начать какой-то с ними диалог, понять их проблемы, в чем они нуждаются. Также в данный момент я занимаюсь разработкой законопроекта Московской области, который позволит поддержать данные организации выделением помещений на льготных основаниях, то есть со скидкой в 50%. Я надеюсь, что он будет воспринят и будет принят. А если чуть-чуть поподробнее поговорить уже о профессиональном будущем ребят, которые сегодня только начинают свой путь инженеров, конструкторов, можно ли спрогнозировать через 5-10 лет, какие профессии действительно будут наиболее востребованы из технических профессий в нашей стране? Если отвечать на этот вопрос, я считаю, что будут востребованы все профессии, так или иначе связанные с техникой, потому что наша реальность становится все более и более технологичной. Нас окружают различные приборы везде, где не посмотрите. То есть это микроволновые печи, утюги, чайники, то есть все напичкано электроникой. Но я бы, конечно, выделил направление, связанное с электронной техникой, с интегральными схемами, с разработкой каких-то оптических устройств и также с робототехникой. Мне кажется, за этим будущее. Я бы еще добавил, мы живем сейчас в век информационных технологий, и, наверное, вы заметили, что количество мультимедиа, мультимедиа, то есть музыки, фотографии, сейчас уже люди, видео обмениваются, он все больше и больше. То есть будущее еще за специальностями, которые будут, за теми людьми, кто будет разрабатывать данный контент, кто будет так или иначе, то есть это в том числе 3D-моделирование, в том числе 3D-график, мультики, видео, то есть флеш-приложения. Не могу не прерывать и не спросить, а нужно ли действительно, чтобы кто-то это разрабатывал? Это не моя позиция, это то, что у нас было весьма популярно, в том числе и в устах многих общественных действий, политических, в 90-х годах и в 2000-х. Зачем что-то разрабатывать? У нас есть Япония, у нас есть Европа, мы все купим. Вот, и насколько я понимаю, сейчас ситуация несколько изменилась. У нас активно проходит компания импортозамещения, и эта компания, очевидно, всем рассчитана на многие-многие годы. Нельзя просто так взять на раз, создать поколение инженеров, которые начнут сами все изобретать, сами непонятно, как создавать организации прибыльные, при этом коммерческие организации, насыщать этот рынок. У нас не так много времени осталось, давайте вкратце постараемся понять, вот ваша позиция, как будут выглядеть в ближайшие годы, пока вот эта вот пустота, которая образовалась из-за экономических санкций наших, из-за экономических санкций Запада, пока она заполняется все-таки действительно нашим, российским? Конечно, у предприятий и компаний, которые занимаются разработкой какой-то техники, и в том числе те, которые попали под санкции, то есть это в первую очередь наша оборонка, ну, естественно, будут существенные проблемы, потому что, то есть то, что у того, что можно было купить на Западе, да, то есть какие-то 10 лет назад, теперь купить нельзя, а своих аналогов нет. Соответственно, они будут разрабатываться, это не делается за один день, да, то есть это 2, 3, 4, 5 лет, то есть чтобы как-то вот эту пустоту, этот технологический вакуум заполнить потребуется. Ну что же, Дмитрий Сергеевич, Денис Владимирович, огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли, достаточно интересная выдалась дискуссия, но будем надеяться, что когда в следующий раз мы с вами увидимся, уже будет больше у нас пищи для размышлений, уже больше будет плодов, как раз-таки компаний импортозамещения, и разговоры о нашем технически подкованном поколении будут уже более оптимистичными, более уверенными. Спасибо, что приезжали. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся», сегодня мы говорили о техническом образовании в России. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату нашего района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков, берегите себя и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова